Гай Фокс был обычным дворянином, ничем не примечательным человеком, добропорядочным католиком. Но судьбе было угодно, чтобы именно ему предстояло зажечь фитиль в подвале, полном пороха, прямо под палатой лордов, где должен был находиться и король. Фитиль Гай Фокс не зажег, но именно его именно всегда вошло в историю вместе с упоминанием о пороховом заговоре, неудачной попытке католиков-заговорщиков убить короля. Яков I, протестант, вошел в историю как преследователь католиков, чем, по мнению историков, возбудил к себе недоброе чувство последних. Так возник пороховой заговор, в день 5 ноября 1605 года под залом палаты лордов, где члены сразу двух палат парламента вместе с верховными представителями судебной власти страны намеревались собраться вместе, чтобы послушать тронную речь короля. Должны были взорваться 2,5 тонны пороха. И зажечь фитиль поручено было Гаю Фоксу. Анонимное письмо предупредило одного из лордов, собиравшихся на мероприятие, о том, что лучше бы ему туда не ходить. А беспокоенный лорд показал письмо королю. 5 ноября Гай Фокс был задержан прямо со злосчастным фитилем. После жестоких пыток Фокс и его сподвижники были казнены. А день 5 ноября король объявил национальным праздником, днем счастливого избавления короля, днем победы верности трону над предательством, днем сохранения верности протестантизму. Сегодня праздник не является официальным, но каждый год в Великобритании, а также в Новой Зеландии, Южной Африке, и в некоторых других, прежде принадлежавших Великобритании территориях, в ночь, получившую название Ночь Гая Фокса, либо же Ночь Костров зажигают фейерверки и разводят костры, на которых сжигают чучело незадачливого Гая Фокса. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.